Моё детство трудно назвать счастливым. Я росла в глубинке, и меня со всех сторон окружала исключительно сухопутная местность. Я жила на улице Второй Гаражной, рядом с колхозным рынком, ходила в детский сад Антошка. Никто не разделял моего недетского патриотизма, даже бабушка. Я каждый раз вынуждена была сдерживать слёзы, когда мне покупали очередную куколку или ещё какую-нибудь хреноту, вместо компаса или хотя бы подзорной трубы. Может быть, всё дело именно в детском одиночестве? Мне так нужно было, чтобы рядом был такой суровый, но справедливый великан за моей спиной. Бармалей. Или хотя бы Карабас-Барабас. Или даже лучше какой-нибудь гигантский, инопланетный, бронированный монстр. Оказалось, такой великан на самом деле есть. Это наш военно-морской флот. Потом была школа. Меня буквально разрывало от любви к родине, а они хотели от меня всякие сослагательные наклонения, депричастные обороты. Я стояла у доски, вся в прошлогодних колготках, унизительно запачканная мелом. И Гюльнас Абдурауфовна, которая русский язык и литература, смотрела на меня выжидательно и пренебрежительно. Одноклассники нецензурно шептались и ковыряли в ушах. А я смотрела в окно и искала в этом во всём хотя бы какой-нибудь высший смысл. За окном был тёмно-серый элеватор, а дальше ремонтное депо, закрытое на ремонт. А дальше банальные крыши совхоза имени Харитонова. Но я почему-то уже знала, однажды за мной придёт корабль, весь гордо сверкающий на солнце. Вот он уже идёт сквозь штормы Атлантики, потом через льды Арктики, и вот он возвышается своими палубными надстройками над крышами совхоза имени Харитонова. Они все там бегают по берегу в Харитонова. Чё? Чё? Чё такое? Чё? Я очень отчётливо себе представляла этот корабль во всех подробностях. И знаете, был в этом один мистический момент. Оказывается, этот корабль моей мечты существует на самом деле. Это ракетный крейсер «Варяг» класса 1164 «Атлант». Высота по миделю 42,5 метра. Водоизмещение? Ох! 11 280 тонн! И прямо я волнуюсь всегда, как представляю. Самое главное – 16 пусковых установок комплекса «Вулкан», 2 торпедных аппарата, 7 зенитных орудий и 2 зенитно-ракетных комплекса ОСА-МА. 8 зенитно-ракетных комплексов С-300 «Форд». Это сказочная огневая мощь. Ты-дых! 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 И через секунду никакой школы. Через 5 минут от моего города одна чёрная пыль. И вот мой корабль уже напротив школы разворачивается на озере Карасёвом. И тут я такая смотрю поверх всего и внезапно говорю. «Гюльнас Абдора Уфовна, мне пора». А она «В чём дело? У нас четвертная контрольная, никуда не пойдёшь». А я «За мной пришли». А она «Кто? Где?» А я «Вот» и указкой показываю на окно. А там вдохновенно сверкает мой мечтательный корабль. И зенитно-ракетные комплексы «Форд» задумчиво смотрят в упор. Но тут директор Валерий Сергеевич. Весь уже мокрый такой. Мне только что мэр звонил. Если Элеонора не появится на борту через 5 минут, корабль откроет огонь по городу. Гарнизон уже капитулировал. «Гюльнас! Пулеучительскую!» Там из шкафа за скелетом возьмите простыню. Будет вместо белого флага.